Евангелие от Матфея 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 Вы знаете, все намного проще. Это цитата. Во-первых, обратим внимание, что Иисус цитирует псалтир по-арамейски, хотя оригинал древнееврейский, но это очень хорошо отвечает на вопрос, на каком языке он разговаривал. На арамейском, скорее всего, если даже в такую страшную минуту, накануне смерти, вот последнее, что он произносит в этой земной жизни, это слова на арамейском языке, и более того, это изначально сказано на древнееврейском, но значит, вот он именно по-арамейски обращается к отцу. И 21-й псалом очень хорошо известен, я тоже процитирую начало синодального перевода. Давайте поймем, что он молится, он не просто, знаете, нам лекцию читают по догматическому богословию на кресте перед смертью. «Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлишь меня ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их, к тебе взывали, они были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек по ношению людей и презрения в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Ну, я не буду читать псалом целиком, он прекрасен, вы его можете прочитать любой момент сами. Я обращаю внимание, что это действительно весь текст, не только эти слова, но весь текст псалма очень подходит к распятию, если вообще так можно говорить, что к распятию что-то подходит. И, вы знаете, мне кажется, мы очень часто воспринимаем вот то, что происходило, то, что описано в Евангелии, через призму позднейшего богословия, и оно такое гламурненькое у нас. Вот Христос, он всегда всеведущий, всеблагой, как бы не причастен к страданиям. А сама сцена распятия, она про страдания, она про человеческие страдания. И вот что может быть хуже физических страданий, которые испытывает человек, висящий на кресте, а это действительно пытка. Я не буду сейчас подробно описывать почему. Ну, наверное, нравственные страдания, наверное, ощущение, что все разбежались, ученики, которые, казалось бы, были самыми преданными, оставили, бросили. И ощущение богооставленности. Вот, мне кажется, в чем уникальность христианства, в чем уникальность христианского представления о воплощении Бога? То, что Бог стал человеком, да много где. Уже у древнегреков Афина становилась разными персонажами, чтобы помочь Одиссею. Да и много таких историй про богов, которые не сходят на землю для того, чтобы помочь своим избранникам или получить то, что им нужно. Ничего в этом уникального нет. А вот то, что Бог становится человеком, чтобы пройти через все, через что проходит человек, вот это только в христианстве. Вот опыт богооставленности, ощущение того, что у меня все плохо, но Бог мне никак не помогает. Но это очень важная часть человеческого опыта для верующего человека. И я думаю, что она есть у каждого. И во всех, во всех абсолютно философиях и религиях, кроме христианства, человек может сказать Богу или Богам, или Абсолюту, или там, неважно, кому он может это сказать, некой высшей силе. Ты же не знаешь, что такое. И дальше длинный список разных состояний, переживаний, событий. С тобой такого никогда не было. В христианстве нельзя сказать этого Христу, потому что с ним это было. И вот это самое последнее, что перед смертью, как описывает евангелист Матфей, Господь говорит, вот эти слова, Боже, Боже мой, для чего ты оставил меня, и дальше другие как раз говорят, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Они думают, что он зовет Илью, ну, потому что Эли, или мой Бог на арамейском звучит примерно так же, как имя пророка Ильи. То есть он не Бога зовет, он зовет какого-то великого пророка, например, Илью, вознесшегося живым на небо, как книги царств нам повествуют, или кого-то еще. Вот какой-то авторитет должен явиться там сверхъестественный или естественный, кто-то должен что-то с ним сделать, а он зовет отца. Вот это предсмертный крик, но самое последнее, что может сказать человек, самое дорогое, что он оставляет, это даже не физическая жизнь, хотя, наверное, это очень страшно, умирая, оставлять весь этот мир и понимать, что ты никогда в него уже не вернешься, но отца, которого он не ощущает в данный момент рядом с собой. Вот, вы знаете, мне кажется, что когда мы читаем такие эпизоды, нам надо меньше думать о догматическом богословии, нам стоит попытаться представить себе, как все это было, и как раз текст это позволяет. Ну, еще, конечно, можно сказать, что Матфей пишет для еврейской в основном аудитории, поэтому он обращает очень много внимания на цитаты из Ветхого Завета, не просто на цитаты, он указывает на них как на пророчества, которые исполнились в этой истории, но это уже вот тоже будет такое немножечко умственное приближение к этому тексту, а мне кажется, что надо просто понять, как это было, надо просто, насколько это в наших силах, постараться представить себя там рядом, увидеть вот это обнаженное беспомощное тело на кресте, услышать этот крик и понять, что в нашей жизни просто не может быть ничего такого, через что он бы уже не прошел прежде нас. Продолжение следует...